Чехия глазами интеллигента, Прага, острова. Пятое отключение и последнее для сегодня. В долине видим Вышеград. Это будет отдельный проект, о нем поговорим позже. Еще дальше деловой центр Праги. Деловой центр Праги с его стеклянными безликими новостроями, но слава Богу это отделено. Очень прилично от исторической части, поэтому не оскорбляет взгляд. Танцующий дом сейчас в кадре. Под мостом проезжает катер и посредством он будет пытаться попасть в низкий канал венецианского типа. Катер прогулочный заполнен людьми. Сейчас мы с вами будем заходить на остров, на последний сегодня остров. Мы уже побывали на Кампино, на Стрелецком, на Славянском. А этот остров практически прилеплен к левому берегу, с которого мы начинали сегодняшние прогулки. Сегодняшний обзор проших островов. И это остров детский. Вот так я всем предлагаю вернуться в детство над последним включением и улыбнуться. Улыбнуться абсолютной миниатюрности острова, игрушечности и трогательности. Ну что ж, молодец капитан, твердой рукой ведет судно по узкому каналу. Сегодняшняя наша тема встречи остров, она очень специфическая и символическая. Остров является символом обособленности, иногда отчужденности, символом уединения. Я думаю, каждый из нас когда-либо в жизни нуждался в своем собственном острове. Для уединения, обособленности и даже отчуждения. Ибо сложно не согласиться с тем, что в этом мире достаточно явлений, от которых выходила соперодица. В каком-то закрытом месте, к которому нет доступа. И символом такого места на этой планете является такое явление, как остров. Я думаю, что сказано в этом смысле все. Это программа Чехия глазами интеллигента. Прага острова. Оставляю вас наедине с детством. С собственным детством. Погружайтесь в него, в эти воспоминания чудесные. На детском острове. Вперед! Соло оператора. До новых встреч! Кублья! Поехали! С explore вспоминанияев. Слова. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...